Уважаемые дамы и господа, начинаем пресс-конференцию глав внешнеполитических ведомств России и Мексики. Добрый день. Мы провели конструктивные и весьма насыщенные переговоры. Мексика – важный партнёр России в международных и региональных делах. Наши народы объединяют прочные узы взаимной симпатии, уважения. И сегодня мы подтвердили обоюдный настрой на укрепление сотрудничества во всех его областях и придание ему нового, более высокого качества. Намечены пути развития политического диалога, включая подготовку контактов на всех уровнях. Намечены меры по развитию практической кооперации в самых разных областях. Условились активизировать работу по совершенствованию договорно-правой базы, в том числе ускорить согласование документов, которые сейчас находятся на рассмотрении сторон. Их около десяти. Особое внимание уделили торгово-экономическим связям. Объём торговли в прошлом году вырос и составил 1,7 млрд долларов. И очень важно, что и в этом году он продолжает расти. За первые восемь месяцев 2017 года товарооборот увеличился более чем в полтора раза и составил почти 1,6 млрд долларов. Мы позитивно оценили ход реализации масштабных инвестиционных и инфраструктурных проектов в таких сферах, как энергетика, авиация, пищевая промышленность. Развивается сотрудничество между компаниями «Сухой Суперджет», между компанией «Сухой» по поставке самолётов «Сухой Суперджет-100», которые будут использоваться мексиканской компанией «Интерджет». 22 машины из 30 уже поставлены. В Мексике активно работают «Росатом», «Лукоил». А в Российской Федерации мексиканские компании «НЕМАК», которые занимаются производством автомобильных компонентов, и «Грума Интернашнл Фуд», также осуществляют свои инвестиции. Мы договорились содействовать выполнению договорённостей, которые были достигнуты в ходе визита в Мексику в прошлом месяце, министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. И очередная возможность посмотреть, как эти договорённости выполняются, представится в марте-апреле следующего года, когда планируется провести очередное заседание смешанной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Хорошие перспективы для углубления гуманитарных связей условились возобновить деятельность смешанной комиссии по культурному сотрудничеству. С нашей стороны сопредседателем является спецпредставитель президента Михаил Швыдкой. У нас планируется на начало следующего года проведение Дней Москвы в Мехико. И встречное мероприятие, которое я рекомендую всем посетить, это культурный фестиваль «Вкус Мексики». Он состоится в период проведения у нас чемпионата мира по футболу. И мы поздравляем наших мексиканских друзей с тем, что их сборная завоевала путёвку на финальную часть этого крупнейшего международного спортивного мероприятия. Взаимодействие в сфере образования достаточно интенсивно развивается. На этот учебный год мы предоставили мексиканским коллегам 50 стипендий для обучения в Российской Федерации и отметили позитивную тенденцию в развитии сотрудничества, включая обмен стажёрами между Дипломатической Академией нашего министерства и Институтом Матиаса Ромеро. Господин министр сегодня выступит в Дипломатической Академии. Это тоже мероприятие, которое с нетерпением ожидают наши слушатели. С совпадающих позиций, с близких позиций мы рассмотрели актуальные вопросы глобальной региональной повестки дня. У нас единый подход о необходимости выстраивать все действия во всех ситуациях на основе Устава Организации Объединённых Наций. Мы признательны мексиканским друзьям за поддержку целого ряда наших инициатив, в том числе на текущей сессии Генеральной Ассамблеи. Это резолюции о международной информационной безопасности, мерам укрепления доверия в космосе и особо выделивание допущений героизации нацизма. Резолюция была принята буквально вчера, подавляющим большинством голосов, и только две делегации приняли решение выступить против. Договорились укреплять нашу координацию в борьбе с терроризмом, в сфере контроля над вооружениями, в сфере нераспространения оружия массового уничтожения. Мы продолжим плотно сотрудничать в рамках группы 20 от ТЭС и на других многосторонних форумах. Мы ценим заинтересованность Мексики в том, чтобы поддерживать развитие отношений между Российской Федерацией и региональными структурами в этом регионе, включая СИЛАК, и также заинтересованы в том, чтобы развивались контакты между Евразийским экономическим союзом, в который входит Россия, и Тихоокеанским альянсом, в котором участвует Мексика. Я благодарю наших мексиканских коллег за очень полезную совместную работу и выражаю надежду, что мы будем двигаться интенсивно по всем этим направлениям. Спасибо. Добрый день. Благодарю, господин министра иностранных дел Российской Федерации, господина Сергея Лаврова. Для меня большая честь находиться здесь, в Москве, и также вести конструктивный, уважительный диалог с российской стороной, с министром Лавровым. Прежде всего, мне бы хотелось сказать, что мы начали свою беседу с выражения признательности от всего сердца от лица народа и правительства Мексики, правительства Российской Федерации, российскому народу за поддержку, которую они нам предоставили после землетрясения в сентябре. Мне представилась возможность встретиться с министром Лавровым в рамках заседания Генеральной Ассамблеи ООН буквально через пару дней после 2-го землетрясения 19-го сентября, которое действительно имело самые разрушительные последствия для города Мехико и для других регионов страны. Поэтому хотелось бы разоблагодарить за эту помощь. И всего через несколько дней после нашей встречи с министром Лавровым к нам прибыл гуманитарный груз, в котором находилось 34 тонны груза. Этот груз прибыл в Капулько, и очень быстро, оперативно груз был доставлен в другие регионы. Это лишь подтверждает то, что Россия – это друг Мексики. И поэтому этот жест навсегда останется в сердцах мексиканского народа. Проражаю благодарность господину министра Лаврову и президенту Путину, и, конечно же, прежде всего, всему российскому народу. В этом году президент Энрике Пенинета провел двустороннюю встречу в сентябре в Сяменье, в Китае с президентом Путиным. Они обсудили различные темы, которые мы также затронули на нашей сегодняшней беседе с министром Лавровым. Единый знаменатель, который нас объединяет, это заинтересованность в этих вопросах. Мексика с большим уважением относится к России, к ее истории, к институтам власти, и очень большое восхищение испытывает по отношению к российскому народу. Мы бы хотели воспользоваться теми возможностями, которые представляются нам в торговой среде, в инвестиционной сфере, в сфере туризма, в международном культурном обмене, а также в обмене в академической области и во многих сферах, где мы могли бы укрепить и нарастить наше сотрудничество. Очень важная часть этой работы – это совершенствование нашей нормативно-правовой базы. Здесь мы поставили при собой задачу актуализировать и разработать ряд инструментов, которые позволят нам нарастить сотрудничество в этой сфере в самых разных сферах. Очень важно поддерживать регулярные консульционные совещательные встречи, и как это проводилось в этом году. И, кроме того, в ближайшие месяцы также будут проводиться подобные переговоры. В том, что касается инвестиционного сотрудничества, Мексика с энтузиазмом относится к российским инвестициям в самых разных секторах нашей экономики. Мне бы хотелось особо подчеркнуть увеличение российских инвестиций в энергетическом секторе. Как вам известно, еще недавно в Мексике была довольно строгая нормативно-правовая база. Однако это изменилось после реформы в энергетическом секторе, которую инициировал президент Минионета. И теперь открываются новые возможности для инвесторов со всего мира. И мы очень рады видеть то, что есть ряд российских инвесторов, которые хотят воспользоваться возможностями, которые предоставили реформу в энергетическом секторе Мексики. Нам бы хотелось расширять присутствие мексиканских компаний на российском рынке. Это касается как автомобильных компонентов, так и пищевой промышленности и других сфер. Кроме того, нам бы хотелось наращивать товарооборот в области пищевых продуктов, потому что российский рынок очень широк, как и мексиканский. Также у нас есть отличные производители пищевых продуктов. И мы обсудили с господином Лавровым возможные технические возможности для того, чтобы в ближайшие месяцы могли бы усилить товарооборот, увеличить его. Кроме того, мы, как уже справедливо отметил министр Лавров, во многих сферах сходимся, по многим позициям совпадаем в международных площадках, как тут происходит ОТЭС, в большой двадцатке, в ООН, и где у нас есть прекрасные возможности для поддержания политического диалога. Это позволяет нам сверять наши позиции, а также давать импульс для реализации различных проектов и дел на благо всего человечества. Кроме того, мне бы хотелось укреплять эти отношения, и я хочу подчеркнуть, для нас это самая очень хорошая возможность. Благодарю господина Лаврова, всех представителей Министерства и настранных дел Российской Федерации за очень теплый прием в Москве. Спасибо большое. Приходим к вопросам. Пожалуйста, телеканал Раштудей. Добрый день. Вопрос телеканала Раштудей, вопрос господину Витагарай Касу. В последнее время в мексиканской прессе муссируются слухи о возможном вмешательстве Российской Федерации в предстоящие выборы в Мексике. Это дань моды, или действительно у мексиканских властей есть некие доказательства этого будущего вмешательства? И каково ваше личное отношение к данному вопросу? И также вопрос Сергея Викторовича, как бы вы могли прокомментировать данные публикации? Наверное, я начну, поскольку обвинения в наш адрес выдвигаются. Я, честно говоря, не знаком с такими публикациями в мексиканской прессе, но слышу о том, что такие слухи распускаются. Я, наверное, даже догадываюсь, откуда ноги растут. В данном случае могу только подтвердить, что это полностью является спекуляцией, не имеющей под собой никакого основания. И, наверное, предследующей целью внести какие-то раздражители в российско-мексиканские отношения, особенно в период, когда они развиваются поступательно и позитивно. Где источник всех этих обвинений, мы знаем. Это Соединенные Штаты, которые принимают абсолютно неприемлемые и недопустимые меры в отношении средств массовой информации, прежде всего против РТИ. И у меня это вызывает глубокое сожалению. Отвечать мы, конечно, должны, но будем это делать взвешенно и исключительно зеркально, как сказал президент Путин. И вмешательство в Мексике, вмешательство в Брекзит, вмешательство во Франции, в Швеции, даже в ЮАР, оказывается, мы назначили какого-то министра кабинета Южноафриканской республики. Вот поэтому ни АРТИ, никакие другие средства массовой информации российские, никакие другие структуры нашей страны не занимаются вмешательством во внутренние дела других государств и никакого отношения к тому, как будут организованы мексиканские президентские выборы, мы не имеем. Еще раз скажу, это Вашингтонский синдром и выборы, их организация, организация всего этого процесса, суверенное внутреннее дело Мексики. Я думаю, что, хочу сказать, позиция министра Лаврова очень ясна. С нашей стороны нет никаких доказательств, которые могли бы подтвердить с этой гипотезой. Кроме того, хочу сказать, что, в свою очередь, правительство Мексики не имеет никаких намерений вмешаться в российские выборы. Что касается отношений между странами, хочу сказать, что Россия и Мексика относятся друг к другу с уважением, нас объединяют связи очень важного характера, и мы будем продолжать наращивать это сотрудничество. Пожалуйста, Принц Латина. Господин министр, мне могли бы Вы сказать, каковы перспективы развития торговых отношений, экономических отношений, в том числе с ученым тех сложностей, которые возникают в отношениях с США при переговорах по модернизации Североамериканского соглашения о свободной торговле. Что касается Мексики, то мы с самым серьезным отношением подходим к процессу модернизации Североамериканского соглашения о свободной торговле с США и Канадой. Процесс уже запущен, и пока мы находимся здесь, проходит пятый раунд переговоров по этому вопросу. Этот процесс, который имеет технический характер, и Мексика относится к этому в самой серьезности. Мы хотим вести переговоры на принципы конструктивности. Мексика расширяет свои горизонты в торговой сфере. Мы дифференцируем доступ к другим рынкам, и поэтому мы находимся на очень важном этапе модернизации нашего соглашения с Европейским Союзом. Сейчас мы ведем переговоры по новым соглашениям с Бразилией, с Аргентиной. Кроме того, в рамках Тихоокеанского альянса мы начали переговоры с Новой Зеландией, с Австралией, с Сингапуром. И, конечно же, мы участвуем в так называемом ДТП-11. И на прошлой неделе также прошло заседание. Это процесс, который уже запущен. Таким образом, повестка дня в Мексике очень широка, предметна, и наша цель расширять и наращивать торгово-экономические отношения с другими странами. Поэтому мы никогда не откажемся от возможностей взаимовыгодного расширения доступа к рынкам между Россией и Мексикой, не только в области обрабатывающей промышленности, но также в пищевой промышленности и других секторов, где Мексика занимает конкурентные позиции. Поэтому мы проводим эти процессы параллельно, вне зависимости от других переговорных процессов и работаем на укрепление торгово-экономических отношений с Россией и с компаниями Российской Федерации. И, пожалуйста, Россия сегодня. Добрый день, агентство РИА Новости. Сергей Викторович, вопрос к вам. Накануне глава МИД Турции заявил, что сейчас необходимо сосредоточиться на политическом регулировании стабилизации обстановки в Сирии и далее сказал цитаты, что 22 ноября в Сочи пройдет трехсторонняя встреча лидеров России, Турции и Ирана, а в конце этой недели главы МИД проведут встречу в Анталии для подготовки саммита в Сочи. Можете ли вы, пожалуйста, подтвердить эти сообщения? Есть ли точная дата переговоров и какова будет их повестка? Если позволите, второй вопрос по поводу разворачивающихся сейчас дискуссий о продлении мандата совместного механизма расследований ОЗХООН после того, как вчера в Совете Безопасности не была принята резолюция собственно о продлении этого мандата? Спасибо. Первый вопрос. Уже пресс-служба Кремля объявила о том, что 22 ноября в Сочи состоится трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции. Действительно, эта встреча будет посвящена оценке ситуации после того, как эти три страны инициировали и активно продвигают астанинский процесс, процесс, который позволил резко снизить уровень насилия, создать зону деэскалации, начать шаги по развитию национального примирения в Сирийско-Арабской Республике и процесс, который, наконец-то, смог добиться того, чтобы сирийское правительство и вооруженные оппозиции сели за ствол переговоров и разговаривали друг с другом. Понятно, что по мере приближения победы над ИГИЛ и другими террористами в Сирии создается дополнительная возможность, появляются дополнительные условия для того, чтобы активизировать политические переговоры в соответствии с теми параметрами, которые заложены в резолюции Совета Безопасности ООН-2254. Эти переговоры идут под эгидой ООН, но последние месяцы мы как-то не наблюдаем большой активности со стороны наших ООН-овских коллег. И думаю, что трехсторонняя встреча, о которой мы договорились с нашими иранскими и турецкими соседями, поможет стимулировать движение в направлении прямых переговоров между правительством и всем спектром оппозиции уже о политическом устройстве Сирии после завершения конфликта. Речь идет, как вы, наверное, могли прочитать в совместном заявлении президентов Путина и Трампа, принятом в Вьетнаме на полях саммита ТАТС, речь идет о подготовке Конституции и на этой основе подготовки выборов. Разумеется, все эти вопросы должны решаться, как и предусмотрена резолюцией Совета Безопасности ООН на основе общего согласия между правительством и всеми оппозиционерами. Но, что касается встречи министров иностранных дел, той же тройки, Россия, Сирия и Иран, то задачей этой встречи является подготовка к саммиту трех президентов. А состоится она, как Вы правильно сказали, в конце этой недели. Конец уже, наверное, виден. Еще был вопрос по химии. А, насчет тех перипетий, которые имели место ночью по московскому времени в Совете безопасности, мы уже самым подробным образом излагали наши отношения к тем играм, которые ведутся вокруг сообщений о применении химического оружия в Сирии и вокруг попыток взвалить всю ответственность за происходящее на сирийское правительство, подвергнуть сомнению тот факт, который был удостоверен международными экспертами, что сирийское правительство поставило под контроль организации по запрещению химического оружия все имеющиеся у него соответствующие вещества и все они были уничтожены. В том числе уничтожались они американцами, которые специальный корабль для этого подгоняли в Средиземное море. И, кстати, организация по запрещению химического оружия констатировала, что каких-либо свидетельств о том, что Сирия не выполнила свои обязательства отсутствует и никаких заявлений об обратном не делала. Но, повторяю, спекуляции продолжались и вот в последнее время наиболее резонансным был случай 4 апреля, произошедший в местечке Ханши-Хун провинции Идлиб, где 4 апреля были сообщения о том, что там применены химические вещества, в частности зарин. Организация по запрещению химического оружия обязана была в соответствии с конвенцией, которая на этот счет существует, направить немедленно своих экспертов на место инцидента. Этого сделано не было, несмотря на многочисленные наши призывы ни туда, ни на аэропорт, на аэродром Шайрат, откуда, по утверждению американцев, взлетал самолет с химической бомбой экспертов для взятия проб никто не направил. Ни ОСХО, ни вот этот вот самый механизм по расследованию, о продлении мандата которого говорили вчера в Совете Безопасности ООН. Мы распространили многочисленные материалы на фактах с использованием мнений профессиональных западных экспертов, всю жизнь посвятивших себе проблеме химического оружия и вообще средств массоуничтожения. Показали полную несостоятельность тех выводов, которым пришел механизм расследования в своем докладе. Мы и в ГАГе, и в Нью-Йорке инициировали многочисленные консультации, в ходе которых пытались достучаться до руководства Организации по запрещению химического оружия и до руководителя вот этого самого совместного механизма по расследованию. На все конкретные, требующие ясных профессиональных ответов вопросы, они стыдливо опускали глаза и было абсолютно очевидно, поскольку эти люди получили прекрасное образование, имеют очень серьезный опыт в сфере этой деятельности, было очевидно, что они находятся под колоссальным давлением и фактически ими манипулируют. И поэтому, когда мы предъявили всему миру грубейшие нарушения норм Конвенции по запрещению химического оружия в ходе проведения расследования этих, да и ряда других инцидентов, мы внесли свою резолюцию вместе с Китайской Народной Республикой, которую также поддержал ряд других членов СТО с конкретными предложениями о том, как исправить эти выпиющие недостатки, проколы, пробелы, да и собственно даже такие нечистоплотные действия, к которым прибегает механизм по расследованию инцидентов с химическим веществом в Сирии. Американцы категорически от этого отказались, сказали, что все, что делает этот механизм является золотым стандартом и речь может идти только о продлении его мандата без каких-либо упреков в его адрес. Ну, это означало бы только одно, что мы все пошли бы на поводу тех, кто установил влияние над этим механизмом, причем влияние такое противоречащее всем нормам международных организаций и хочет сохранить этот механизм в качестве послушного, манипулируемого инструмента для достижения своих геополитических целей. Естественно, мы такой проект пропустить не смогли, мы его завитировали и поставили на голосование проект, который внесла Боливия, он согласован был с нами и содержал все необходимые коррективы, которые требуются внести в работу этого механизма для того, чтобы она стала действительно беспристрастной и честной. Тот факт, что Соединенные Штаты со своими союзниками наложили вето на этот проект, означает только одно, что они не хотят ввести этот механизм честным, понятным и эффективным. Ну, а то, что госпожа Хейли, постоянный представитель Соединенных Штатов при сайте безопасности, заявила о том, будто все ее попытки дозвониться до нашего представителя Василия Небензи за последние дни с тем, чтобы согласовать какой-то общий коллективный текст, это прямая ложь. Мы читали все доклады из нашей Нью-Йоркской миссии, попыток таких никто не отвергал, встречались эксперты, мы объясняли свою точку зрения, американцы пытались какими-то косметическими фразами сделать вид, что они учли наши озабоченности, это было не так, ни одной проблемы, которую мы вскрыли по существу, они решать не хотели. Но то, что госпожа Хейли достаточно нервно заявила о том, будто бы российская миссия отвергала многие дни ее предложение встретиться и поговорить на эту тему, обсудить эти два проекта резолюции, это ложь, еще раз скажу. И, наверное, мы имеем новое явление в международных отношениях, когда есть не только фейковые новости, но еще и фейковые дипломатию. Это очень прискорбно. Уважаемые коллеги, если нет больше вопросов, то позвольте на этом завершить пресс-конференцию. Спасибо за участие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!